Итак, недельная глава Ваешев снова перед нами. Это уже в основном жизнь Иосифа. Там есть Яков, конечно, но в основном это жизнь Иосифа. Жизнь его складывается очень необычным образом тоже. Для любимца небес, очень так, знаете, мальчика продают родные братья в рабство, попадают в тюрьму, испытания жены Паштифара, которая пытается его соблазнить, и так далее, и тому подобное, и трудно назвать это радостной судьбой. Хотя в дальнейшем он становится правителем Египта, но поди угадай. Поэтому и говорят мудрецы, интересную вещь, что смотря на других людей, или смотря на других, зависть это одно из тех страшных качеств, которые противоречат божественному управлению. По мнению такой есть, рабе Элеезр был Акапара, человека выводят из мира три качества. Зависть, вожделение и честолюбие. Если с завистью и вожделением более-менее понятно, то почему среди таких качеств оказалось честолюбие? Причем здесь имеется в виду непонятное не только, а может и даже почет. Кроме того, неясно, что означает вывести человека из мира, убить что ли его надо. На самом деле все легко объясняется. Зависть, вожделение и честолюбие объединяет то, что они все направлены на желание того, в чем у человека нет необходимости. Зависть заключается в желании чужой вещи для себя. Вожделение в безмерном желании чего-то, забывая о всем. Почет, получить признание, пусть даже не заслуженно, как угодно. Все это приводит к тому, что человек теряет душевный покой, перестает жить как человек, то есть выводит себя из мира. Он все время думает не о том, что имеет, а о том, как бы получить то и что другого. То есть не радуясь тому, что есть, он уже заранее обрекает себя на какой-то ад в добывании чужого. Такой человек будет мучаться и страдать. А еще будет вставить все планки выше, потому что все равно не получает удовлетворение от результата. В книге Каэллет есть подходящая строчка такая. Кто любит деньги, не насытится деньгами. Кто любит богатство, тому нет пользы от него. Это мудрейшая книга. Существует важный принцип божественной справедливости. Мера за меру. Она означает, что богу виднее, в чем конкретно нуждается человек. Человек может рассказать, что он нуждается вообще. У меня тут замок слева, там еще что-то. На самом деле бог один знает, что тебе надо для выполнения той миссии, с которой ты пришел в этот мир. И дает нам по мере необходимости. Один получает больше какого-то таланта. Один поет. Третий умеет прыгать в длину. Четвертый зарабатывает деньги. Пятый может гвоздь привезти. Шестой не может и так далее. Человек, который только и делает, что пытается получить себе то, что есть у других, человек обречен на неудовлетворенность в этом мире, потому что этот мир так устроен. И это не наказание от бога. Это наказание самого себя. Более того, есть страшная вещь, Кабала говорит, что завистливый человек может показаться ему все время мало, не только в нынешнем мире, но и в будущем. Представляете, на что он себя обрекает? Но даже самый ярый, чтобы вы понимали, завистник понимает, что у него самого может быть то, чего не хватает другим. Есть, кстати, притча, как Равин решил вылечить прихожан в своей синагоге от зависти. Он объявил им, что понимает их недовольствием. Поэтому предложил всем написать, что именно хотели бы получить, положить в конвертик, записку своей фамилией. А потом теперь каждый возьмите конверт того человека, которому вы завидуете. Чтобы Творец послал ему судьбу, Творец пошел судьбу того человека. Вы знаете, никто не выбрал. Никто не выбрал. Говорят, что каждый свой полушубок возьмет, если всмотреться. У людей нет желания иметь проблемы других людей. Мы замечаем только хорошее, что есть у других. Хотим получить это себе, но не хотим взять себе в придачу проблемы этих людей. Понимаете? Так что, как бы сказать, кто счастлив? Тот, кто рад тому, что имеет. Это закон, который много раз говорит. Еще одна вещь. Сказано в Торе, возлюби ближнего, как самого себя. А неужели надо учиться любить себя? Разве любовь в себе не является врожденной и естественной? Оказывается, нет. Зачастую мы живем с какой-то тайной, затаенной обидой на судьбу, иногда на Бога, на себя, на людей. Мы отказываемся принять определенные события в нашей жизни. Нам бывает трудно принять каких-то людей, как такие, как они есть. Мы хотим их видеть, вот там не нравится что-то, а есть еще что-то, которым тело, там лицо, а это улыбка не нравится. В результате, бывает, люди свои не нравятся что-то, тело свое или еще что-нибудь. Они живут с затаенной обидой на свою судьбу, на Бога, на всех. Это вызывает внутреннее раздражение, которое в конце концов выливается в гнев других и депрессию. Ибо мы всегда проецируем свои чувства на окружающих людей. Человек, который отказывается принимать реальность такой, как она есть, отказывается принять и себя таким, как он есть. Такой человек не может любить ни себя, ни других. Он все время будет нервный, раздраженный. Для того, чтобы любить других, необходимо, в первую очередь, научиться любить себя, такого, как ты есть. События окружающего нас мира не могут зависеть от нас, не могут. Однако наша реакция на эти события только в наших руках. Один человек может оказаться в автомобильной пробке и сгорать от гнева и стресса и нервничать, кричать. А другой, понимая, что он не может ускорить, включить музыку или приятную кассету с Торой и будет слушать уроки Торы. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать. Брахава от Слаха, всего самого лучшего.